Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Чей. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусный, полезный десерт. Нам потребуется вот такое печенье. Печенье на самом деле можно взять любое. Сегодня у меня обычное, классическое печенье, песочное. Можно взять крекер, можно взять галетное печенье. Я думаю, что это зависит от того, насколько вы позволяете себе употреблять калории. Также нам потребуется арахисовая паста, потребуется небольшое количество клубничного джема. Также у меня вот здесь вот клубника свежая, точнее она уже была замороженная. Но вот сейчас мы ее разморозили и будем использовать в нашем десерте. Можно добавить небольшое количество каких-нибудь орехов или семечек. Здесь уже все зависит от вашей фантазии. Мы приготовим такие мини-тортики из печенья. Я думаю, что наподобие вы готовили со сливочным маслом. Я думаю, что все готовили такие тортики со сливочным маслом в детстве. Добавляли, возможно, грецкие орехи, возможно, добавляли мед. Но сегодня мы вот используем такой замечательный полезный продукт, такой как арахисовая паста. Арахисовая паста сама по себе не сладкая, поэтому мы будем сочетать ее вот с сладким джемом. И можно, например, заменить джем медом. Я возьму печеньку и начинаю вот смазывать ее арахисовой пастой. Арахисовая паста, она очень жирная. Но вы, наверное, понимаете, что это такое. Это орехи, которые содержат в себе огромное количество масла. Это тот самый арахис. Пахнет очень вкусно арахисом. Вообще, те, кто любят арахис, я думаю, что будут очень рады получить такой завтрак утром к чашечке кофе. Немножко пахнет сникерсом. Опять же, здесь можно добавлять любое варенье, которое вы предпочитаете. Это может быть джем, это может быть даже, дорогие друзья, желе или мармелад. Очень круто сочетается с кислым и сладким мармеладом. Очень здорово сочетается, я, наверное, сейчас вас удивлю, с зефиром. Арахисовая паста, ее можно просто намазывать на зефир и кушать. Я совершенно не сумасшедшая, вы не подумайте, это действительно очень вкусно. Вы только попробуйте. Я намазываю несколько печенюшечек. Затем я буду формировать такие маленькие тортики. Сколько будет слоев, сколько будет коржей, это уже решать вам. Я приготовлю небольшие, буквально по два слоя, по три, ну, наверное, все-таки по три, два таких вот, два маленьких пирожных, скажем так. Все, намазала. Возьмем тарелочку и будем выкладывать в тортик. Так, я возьму еще одну ложечку и буду по чуть-чуть выкладывать варенье. Ну, вот совсем по чуть-чуть, чтобы оно не расползалось по всем сторонам. Так, затем еще один слой. Так, вот примерно так. Я просто не люблю, когда варенье стекает по рукам, через край, поэтому я предпочитаю добавлять небольшое количество. Вот так. Первый готов. Второй. Вот сегодня у меня клубничное варенье и клубничка свежая. Кстати, очень здорово использовать вообще свежие ягоды. Если это сезон, то можно даже вместо джема выкладывать, например, пластиночками нарезанную клубнику. Или протертую с сахаром, что тоже очень здорово будет. Ну, и, естественно, не ограничиваться одной только клубникой. Это может быть и черная смородина. И можно даже использовать такие ягоды, как черника, голубика, которые можно найти в свежем виде практически круглый год на полках супермаркетов. Вот так. Затем я украшу ягодками клубнички. Так. Ну, и буквально несколько штрихов. Пару орешков. Естественно, используем арахис, потому что готовили мы тортики с арахисовым маслом. Хотя можете, конечно, добавить сюда фундук, кешью. Можно добавить рубленый миндаль. Очень здорово будут лепесточки миндаля. Такими тоненькими слайсиками выложить сверху на клубничку. Можно добавить грецкий орех. Все. Десерт готов. Обязательно приготовьте такие полезные, сытные мини-тортики с арахисовой пастой. Я уверена, что вам понравится этот замечательный, сытный и калорийный завтрак. Вы будете сыты и довольны до самого обеда. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова